Это счастье оказаться сегодня здесь, среди лавандовых полей. И это счастье познакомиться с прекрасными людьми. И мы надеемся, что для вас тоже будет счастьем вновь и вновь влюбляться в крымские деревни. Дороги вновь привели нас в Белогорский район, а именно в село с красивым и говорящим названием. В Крымской розе находится одно из отделений научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма, который в советские времена был одним из лучших в стране. Он и сегодня старается держать марку и развиваться. Занимаются здесь улучшением качеств разных сортов лаванды, шалфея, полыни, фенхеля, пшеницы и многих других культур, чтобы фермеры и сельхозпредприятия нашего полуострова могли собирать более высокие и качественные урожаи. И получается, что в селе живут ученые, удивительные люди, которые видят будущее Крыма в сиреневом цвете лаванды, в солнечных лучах, которые отражаются в каплях дождя на цветущих розах, в золоте пшеничных полей и в счастье, которое строят для себя, своих семей и всего нашего края. Такие сегодня герои. Мудрые и светлые герои нашей программы и герои нашего времени. Как пословице, где родился, там и пригодился. Поэтому никогда в жизни у меня такого не было. Я все время только связан с крымской розой. И родители, у меня отец тракторист, мама просто сторож, ну тоже была рабочей бригадой. В принципе, всегда держали коров, две, три. Поэтому приходилось и сено косить, заготавливать, и коров доить. Всякое было. И вот это, конечно, все родные поля, родные места. Ну, наверное, каждый метр здесь я знаю от А до Я. Ну тогда, знаете, как закончил школу, в основном все было по направлению. И тогда, конечно, надо было брать направление совхоза, чтобы было легче, так скажем, поступить. Конечно, поэтому я устроился здесь рабочим бригадой. И вот с рабочим бригадой проработал где-то месяц. Потом уже пошел поступать в институт. Я работаю в институте сельского хозяйства с 2011 года. Пришла в лабораторию селекции семеноводства под руководством. У нас был кандидат в Царство Небесное, ему, конечно, Алексей Палыч Меркурьев. Мы с ним выводили сорта лаванды, сорт лаванды Меркурий. Первый год, не знаю там, что, ой, Алексей Палыч, что мне сделать там это? Он говорит, Наташ, ты пришла на работу, сделай так, как ты хочешь, сделать это для себя дома. Я эти слова запомнила. И так вот сейчас и мы работаем. Я прихожу на поле, как к себе домой. Я хочу сделать так, как я считаю это нужным, чтобы оно было так красиво, как я хочу, чтобы это было сделано дома. И все равно когда-то приходит, что надо создавать семью. Я встретил Наташу в 91-м году, когда уже закончил институт. В принципе, уже пришел сюда работать. Ну и так получилось, что в 92-м году мы уже расписались. И я считаю, что она у меня лучшая жена. Она всегда меня поддерживает. Мы, по крайней мере, 27 лет вместе. Вы вместе работаете при этом? Да. Она мне подарила лучшего сына. Вот. Вместе мы работаем. Если ругаемся, то только, мне кажется, больше всего из этой работы. Потому что она хочет, чтобы было здесь лучше. То, каким было прошлое, дает надежду, что и будущее окажется не хуже. Здесь смогли сохранить опыт и традиции, которые по-прежнему приносят пользу сельскому хозяйству и родного Крыма, и других регионов страны. И кажется, что нет более влюбленных в свою работу людей. Для них каждое воспоминание и каждый новый день здесь – это возможность развиваться. Когда папа был трактористом, то я рулил вместе с ним бывало, бегал за ним, катались на этих тракторах. Впоследствии, когда я уже и студентом был, я здесь практику проходил, то когда убирались зерновые культуры, отвозил на тракторе МТЗ-80 солому, тогда прицепляли ПТС. Поэтому непосредственно с этими полями связано все. Вот если взять розу ферамосличную, то мы, наверное, с 7-8 лет уже здесь ее собирали. Потому что в то время приезжали и симферопольские школы, и Ялта. Здесь у нас были так называемые бараки, где дети жили. Ну и мы однозначно собирали эту розу. Она была, как помню, там по 10 копеек. На мороженое можно было собрать без проблем. Но здесь был крупнейший все-таки завод. И вот на этом заводе до, так скажу, наверное, до 90-х годов вырабатывалось порядка 100 тонн эфирного масла лаванды узколистной. Порядка полторы тонны розового масла, шалфейного порядка 2-3 тонн. Поэтому этим славилась крымская роза. Жалко было, когда все распалось, честно. Все-таки после 90-х годов, мы когда были с СССР, была одна семья, это было хорошо. Все и шло налажено. Но после 90-х годов, когда вот это все пошло в упадок, и вот эти все наши земли просто пустовали. Здесь пасли скот, конечно, все. Ну и довели до такой степени, что с наших 450 гектар не осталось ничего. Было буквально у института порядка, наверное, так скажу, 5-10 соток той лаванды, где работал селекционер. Все равно выводились те сорта, наука не стояла на месте. И потом мы уже начали размножать наши последние сорта. Вот если берем лаванду, это уже синева, потом уже вдала. На сегодняшний день уже у нас новый сорт передаем в реестр Российской Федерации. Это сорт Меркурий. Не будем скрывать, мы мечтали увидеть красоту лавандовых полей. И нам повезло застать максимум ее цветения буквально перед самой уборкой. К сожалению, телевизионные технологии пока не позволяют передать на расстояние этот чудесный лавандовый запах, который кружит голову и дает силы. Ведь не зря лаванда считается целебным растением. Стоишь среди сиреневых кустов и ощущаешь, как прибавляется энергия и очищаются мысли. София Ротару правильно поет. Горная лаванда есть. И в принципе, если мы берем Алушта, Ялта, Севастополь, то наше побережье, то тоже она растворит и в горах. Там холмы как раз подходящие. Нет, просто я так, конечно, не был там конкретно на этих полях. Может там урожайность быть ниже, потому что все-таки урожайность связана с плодородием почвы. Чем выше плодородие почвы, тем вы возьмете больше урожая. Это многолетний полукустарник. В принципе, растет эта культура на одном месте, может расти порядка 20 лет. Сначала срезается вот такой череночек. И вот с такого черенка потом выращивается саженец. Раньше выращивали во времена СССР в парниках под стеклом. Потом ушли уже от этой технологии, потому что большие затраты труда. Это все-таки и лес надо, и стекло. Потом уже придумали, так скажем, усовершенствовали. Делается гряда, разрабатывается фрезой, чтобы было мягко все. Потом делаются дорожки 50 сантиметров и сама гряда метр двадцать. Засыпается песком, пять сантиметров верхний слой. И уже вот в этот слой песка высаживается наполовинку. Вот если черенок порядка 7-8 сантиметров, половинка высаживается в этот песочек. И это происходит в октябре, в ноябре месяце. Ну, как у нас в Крым, мы можем и до марта месяца включительно вот эту работу производить. И потом уже весной ежедневный полив, пока не начнутся образовываться калиусы, не начнутся образовываться корешки. Потом вот это ровно год с этого черенка получается готовый саженец. Лаванда мне нравится, всегда нравилась и нравится. Вообще ферромастичная культура, потому что в лаванду я выращиваю саженцы уже больше десяти лет. Вот вырастить саженец лаванды, это мое, как говорится. Это непросто. Да, это непросто, но надо вложить в это душу, чтобы его вырастить, чтобы тоже беспокоиться, его вовремя подкормить, вовремя срезать, вовремя нужен уход. Поэтому лаванда это вот моя любимая культура. Синева, она так более синяя и соцветия более раскидистые. Если берем вдалу, то она соцветия более вот это меньше. Вдала это удачно, я полагаю, да? Ну, наверное, так, да, так это назвал селекционер. Вот, поэтому, ну, там и все-таки наши все ученые, они стараются не только сбор, повысить урожайность, да, а также выход эфирного масла, как я говорю, сбор эфирного масла с гектара. И такой есть показатель, как массовая доля эфирного масла. Если у синевы 1,85, то у вдалы 2,35. Намного больше, да? Да, поэтому с тонной получается больше. Есть лаванда уже и как декоративная, и может эфирное масло тоже с нее берут, но есть и розовая, есть и беленькая. Но у нас, конечно, к сожалению, такой нет, а может, к счастью, мы не знаем, какое там эфирное масло, но нас устраивает, нам радуются наши поля. Мне кажется, она отражает синеву неба. Да. И здесь пчелы работают, прям трудятся. Расскажите, а лавандовый мед получается? Ну, лаванда – это отличный медонос, поэтому, конечно, пасеки у нас здесь не стоит. Ну, участников, все равно частный сектор однозначно содержит этих пчел, держат, и вот это пчелы оттуда прилетают к нам на наши поля. И где-то делают очень вкусные. Да, делают очень вкусный мед. Я эту работу люблю, поэтому для меня как-то несложно. Работаю старшим лаборантом, в моем подчинении у меня 20 лаборантов. У нас очень дружный коллектив. Но опытные участки мы убираем, конечно, вручную, потому что это опытный участок, там идут посаженные разные сорта лаванды, мы должны убрать их на урожайность. На урожайность, конечно, мы убираем, ручная уборка – это серп. Это срезается соцветие вручную, потому что каждую делянку мы должны ее поднять, взвесить, записать. На уточные все делянки убирается все ручной труд. Наверное, до 70-х, может, годов, я так точно не могу сказать. Все женщины серпами сжали вот эту лаванду. Просто вот так брали, срезали, и потом в мешки, и выносилась. И вот так она и шла на переработку. Дальше уже, конечно, пошел процесс. Как я говорю, вся лаванда, в принципе, может быть механизирована. И посадка механизирована, и уборка. Есть на посадку машина ЛПМ-4, а уборка – это ЛУМ-2, где трактор идет, скашивает вот это все, и потом выезжает на край, где перегружаются или машины, или уже тракторные прицепы, и везется на переработку на завод. Наблюдать за процессом уборки лаванды интересно и приятно. Аромат усиливается с каждым движением техники. И, кажется, уносит нас в недалекое прошлое. Все дело в том, что во время съемок нам удалось познакомиться еще с одним из сотрудников института. Мария Журбенко теперь на пенсии, но всегда готова поделиться своими знаниями и мудростью. В Крыму был путь пройден самый прекрасный. От младшего сотрудника до научного сотрудника. Но дело не в том, что должность, а именно удовлетворение работой были созданы сорта, которые сейчас возделываются. Я родилась в Донбассе, на границе с Ростовской областью. Это степная часть Донецкой области, где горловка от нас далеко. И когда я закончила школу, вышел закон «Были хрущевские времена». Надо было отработать два года, чтобы поступить в институт. И мы со своей приятельницей поехали в горловку на машиностроительный завод, который выпускал комбайны для Лаоса и Камбоджи. Фантастика! Да. Закончили курсы, получили права на станочника и работали в три смены. Это в наши годы, когда нам было 17 лет. Приехала в институт, когда институт образовался, в какие там годы, 60-70-го года, по конкурсу, который был объявлен в сельской жизни. Подала на конкурс, и меня взяли младшим сотрудником. Эмоции были самые прекрасные. Крымская роза была, как райский уголок, неузнаваема. Сейчас, после того, как вся утопала в зелени, все было прекрасно, поля ухоженные, я попала в лабораторию, где была очень строгая, но очень справедливая Нина Николаевна Глушенко. Под ее руководством мне поручили две культуры, анис и сенхель. Эти культуры содержат анитол. И вот, если вы знаете, есть такое детское лекарство пертусин, то его вырабатывают с помощью анитола. Там основной компонент анитол. Надо было создать сорта, которые были пригодны для возделывания. Зоны у нас были огромные. На весь Советский Союз у нас даже были общие работы с Азербайджаном. Для мясо-молочного комбината мы дали оценку нашим маслам, и они употребляли масло, кочи, мята и фенхеля для дезинфекции, не применяли вот эти Е, всякие эти, а натуральными маслами дезинфицировали, именно, чтобы колбаса не портилась, сохранялось все. И у нас были совместные работы, все, и даже привозили колбасу на дегустацию. Были всякие, вы знаете, неприятности там всякие. Все переживалось, когда приходишь на поле и видишь достояние твоего труда, где вот цветущие растения, или когда собран урожай. Если бы только лаванда будоражила наше обоняние. Так много ароматов смешалось в одном удивительном дне. Шалфей, полыня, строгон, иссоп, фенхель, а еще несколько разных сортов опытных зерновых культур. Ячмени пшеница лучшие из лучших в Крыму. Пока именно к ним и направимся. Здесь заложен полигон зерновых культур этой озимой пшеницы и озимого ячменя. Для того, чтобы все-таки показать нашим фермерам, сельхозпроизводителям, какой сорт лучше. Или здесь и ростовская селекция, и Краснознодарский край. Какой сорт лучше нашего института и озимый ячмень и онега. Огоньковский. Поэтому когда приезжают фермеры, выбирают, что им понравится. От зерновых идем на поле фенхеля узнавать о его целебных свойствах. Фенхель обыкновенный. У нас три сорта. Мартишор, Аксамид Крыма и Крымский поздний. Многолетнее травянистное растение. С фенхеля делают, ну, первое, это укропную воду. Так что у укропа это украли, вернее, у фенхеля украли название. Делают для деток, чтобы не было вздутия. Вот это пятый год. Мы будем собирать с него семена. Так на эфирное масло можно использовать как зеленую массу, так же и делают эфирное масло с семян. Убираются комбайном на семена и потом уже на переработку делают эфирное масло. Или же зеленую массу скашивают, ну, срез порядка 15-20 сантиметров, всю надземную часть, и с него делают тоже эфирное масло. На очереди шалфей мускатный, наверное, самый высокий и самый сочный из эфироносов. Это двухлетнее травянистое растение. В институте пять сортов. 785-й, айтадор, крымский, поздний, тайган. И последний сорт, уже тоже занесен в реестр Российской Федерации, это сорт орфей. Ну, вы только его понюхайте, смотрите, какой красавец. В этом году, конечно, нас чуть-чуть природа, так скажем, обделила. Все-таки 80 миллиметров осадков за пять месяцев, это, конечно, очень мало. Ну, вы видите, конечно, я же говорю, вот это, маленькие, это, конечно, он должен быть, ох, но, тем не менее, вы видите, какой прекрасный цветок, даже, думаю, для девушек, для женщин, смотреть и подарить. Это же красота. О следующей культуре была посвящена диссертация нашего героя. Так что о ней он может рассказать немало. Это полынь крымская или полынь таврическая артемисия таурика вилд. Артемисия? Да. Ну, здесь основной компонент туен, также он используется, данное растение, препарат делают тауримизин в медицине, поэтому, ну, а также тоже в ликероводочной промышленности, в медицине, мыловарении, как и все наши культуры. Я думаю, еще в баньку хорошо с такой венточкой пойти, она пахнет. это будет запах хороший. И на закуску перед нами предстал еще один сорт шалфея. Хотя здесь выращивают еще несколько культур, оставим их на следующий раз. Это уже шалфея лекарственная, это уже многолетнее травянистое растение, которое может расти 5-7 лет на одном месте. В принципе, используется в основном вот такой лист, конечно, это уже медицина, это называется еще трава жизни, поэтому и настои, делают на спирту, непросто, но это уже в основном, конечно, медицинская трава. Когда мы уже собираемся, так скажем, коллективом, то у нас основные напитки это уже розовый ликер и соповка и, конечно, водка Петра Первого это анисовка. Не может поселок Рымская Роза существовать без самой розы. Жаль только, что мы приехали в момент, когда ее цветение завершилось. Эферомасличная роза распускается всего один раз в году, в конце июня. Соцветия очень быстро собирают на семена драгоценное масло и иногда розовое варенье. Причем уборка происходит вручную. Ничего страшного, девчата идут, никакие перчатки никто сильно не одевает, просто надо наловчиться. Раз, говорю, школьники собирали, поэтому наши лаборанты собирают порядка 30-50 килограмм. Вот, на самом деле, что осталось от цветущей розы, к сожалению. Урожай собран, уже все ушло. Но, тем не менее, наш институт, в реестр Российской Федерации внесено пять сортов. Это радуга, лань, лада, золушка, элегрина. Каждый сорт имеет свое назначение. Сиропы, варенье, делает гидролад. Тогда он получается более розовый, красивый. Лань, она более беленькая, лада, так скажем, розовая. Поэтому, когда приедете следующий год на фестиваль, вы увидите это все. Мы провели всем институт и совместно с Белогорской райгосадминистрацией этот фестиваль лаванды и розы. Основной задачей была, наверное, популяризация фермафилищной всей нашей отрасли. Конечно, лаванда это более красиво, но сегодня вы видите, как она цветет. Тогда это было только начало. Все приезжали, очень был хороший, грандиозный, конечно, концерт. Было, я так скажу, может и немного, но порядка 200 человек, я думаю, может и больше. Все приезжали, смотрели. И роза у нас светла и лаванда. И чтобы мечты воплощались в жизнь, сделать нужно еще очень много. Но, кажется, здесь точно знают, как выстраивать работу, как планировать закладки новых плантаций, как улучшать различные свойства культур и как развивать сельское хозяйство с очень крымскими особенностями. Не было ничего, мы начали с нуля. Всего было там 3-4 трактора у нас и все. Сегодняшний день мы уже и делаем, реставрируем крышу. Мы построили совместно уже ток. Сделали порядка 1200 метров квадратных это крыш. Потом делаем уже ремонт лабораторного комплекса, в который уже не стыдно зайти, уже первый этаж почти полностью готов, где заменены все и окна, сделано отопление. И сам поселок это, конечно, инфраструктура. Это все равно то, что есть многоэтажные дома, то, что есть дом культуры. Конечно, на сегодняшний день чуть-чуть оно не в таком виде, как оно надо, но самое главное это люди. А люди, которые здесь живут, которые здесь работают, я считаю, у меня лучший коллектив, я всегда это подчеркиваю, подчеркиваю и буду всегда говорить, это не только нашего института, мой отдел и наши люди самые лучшие, Крыма это 100%, построить здесь перерабатывающий фермосличный завод. Это, конечно, это моя мечта, чтобы все вот эти культуры были на наших полях в 10 раз или в 20 раз больше, чем они находятся сейчас, и чтобы это сырье перерабатывалось здесь и эфирные масла уходили и на материк нашей России и, конечно, за рубеж. Я не жалею о своей жизни прожитой и если бы повторить, то я бы повторил однозначно один в один. Да и счастье, а что еще надо? Лишь бы был милый рядом. Так что... Милый меня с 10 класса украл, вот как он всегда хвастается, это для него такая честь, потому что я ее со школы забрал, поэтому мы вместе, всегда вместе. У каждого свое счастье. Мы, например, с мужем уже вместе 27 лет, 24 часа в сутки вместе. Говорится, у нас общий интерес это работа, мы вместе работаем на одном предприятии, есть о чем нам поговорить и поспорить и поругаться есть за что. Я свою точку зрения отстаиваю свое, поэтому мы всегда вместе. Все хорошо, семья, сын любимый. В городе, конечно, все познается в сравнении, в принципе, ни одного дня я не жил там, поэтому сильно не могу сказать про город, но я скажу про деревню. Вы посмотрите, какая у нас природа, да? Все-таки красота, какой у нас чистый воздух. я живу в дом, утром просыпаешься, вечером засыпаешь, соловьи поют, там птички поют, петушок кричит. Вот это, наверное, есть наше деревенское счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok